Рассматривая эту тему и законопроекты, мы будем подвергнуты жестокой критике, как с одной стороны, так и с другой. Наши сторонники нас будут критиковать за то, справедливо, что мы не вовремя проводим эти мероприятия и разворачиваем в стране процессы партийного строительства и как результат создания партии. Не вовремя. Ситуация в мире крайне напряженная, тем более этот мир вокруг нас с напряжением. И в данный момент, в такие времена, любое государство начинает мобилизовываться и концентрироваться вокруг одной-двух фигур и так далее. У нас это президент по конституции, никуда от этого не денешься. А мы вот где-то начали партийное строительство разворачивать, появятся новые партии. Естественно, что будут создаваться новые центры силы. Естественно, что будет структурироваться общество. Вокруг этих партий будут мобилизовываться люди и так далее. То есть, когда надо объединяться, мы вроде бы начинаем процесс какого-то разъединения. Но так нас будут критиковать наши сторонники, и они будут правы. С другой стороны, нас будут критиковать, если мы пойдем этим путем и примем вот эти два закона, что мы недостаточно демократичны, мы какую-то особую систему создаем ранее или доселе неизвестную в мире политическую систему общества. В общем, будут критиковать за недостаточный радикализм. Но я исхожу из того, мы обещали. Мы в свое время до принятия Конституции и в Конституции отразили это. Мы обещали нашему обществу, что мы эти вопросы будем решать. Обещали, надо выполнять. Вроде и Конституцию принимали не вовремя нас, критиковали за это наши сторонники, что надо от этого отказаться, люди не готовы. Оказалось, что люди умнее нас. Конституцию поддержали, мы приняли. Процесс конституционной реформы укрепил наше общество, а не разобщил. Поэтому, если обещали, надо делать. Думаю, что, несмотря на сложности и внутреннего характера, не надо упрощаться, и внешнего, мы спокойно пройдем этот этап. Редактор субтитров А.Семкин